Здравствуйте, уважаемые зрители! В рамках проекта Министерства юстиции и новости законодательства мы продолжаем вас знакомить с наиболее значимыми нормативно-правыми актами, принятыми в течение этой недели. Начнем с акта главы государства о дополнительных мерах по расширению сети дошкольных образовательных организаций в районах с низким уровнем охвата. Согласно данному акту, в 2021-2022 годах в 53 районах с низким уровнем охвата детей дошкольным образованием будут осуществлены следующие мероприятия. Организация деятельности 2000 семейных негосударственных дошкольных образовательных организаций и создание за счет этого новых мест для 50 тысяч воспитанников. Организация деятельности 100 негосударственных дошкольных образовательных организаций на основе государственного частного партнерства общиной мощностью свыше 11 тысяч мест. Строительство 50 государственных дошкольных образовательных организаций, Доведение до 20 тысяч количества государственных и негосударственных дошкольных образовательных организаций за счет расширения их сети, а также создания более 7 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, актом установлен порядок, в соответствии с которым, начиная с 1 июля 2021 года, семейным негосударственным дошкольно-образовательным организациям разрешается воспитывать до 50 детей в зависимости от действующей мощности и нанимать до 4 воспитателей и помощников, исходя из числа воспитанников. Воспитателям и помощникам, нанятым на работу семейным негосударственным дошкольно-образовательными организациями, за счет средств государственного бюджета выплачивается заработная плата на условиях и в размере эквивалентных оплате труда, установленных для краткосрочных или 9-часовых государственных дошкольно-образовательных организаций по соответствующей категории. Семейным негосударственным дошкольно-образовательным организациям бесплатно обеспечиваются учебными материалами через территориальное управление дошкольного образования. На срок до 1 января 2022 года в семейном негосударственном дошкольно-образовательном организации выделяются кредиты в размере до 30 миллионов сумм сроком на 3 года, включая льготный период с 6 месяцев по ставке 5% на приобретение мебели, инвентаря и оборудования. Также данным постановлением установлено, что начиная с 1 июля 2021 года выделяются кредиты сроком на 7 лет, включая двухлетний льготный период по 5% на ставке для создания 100 не государственных дошкольно-образовательных организаций на основе государственного частного партнерства в определенных данным актам районах. На каждого воспитываемого ребенка за счет государственного бюджета выплачивают субсидии в размере 75% от суммы расходов затрачен на одного воспитанника государственных дошкольно-образовательных организаций. На каждого воспитываемого ребенка из семей, включенных Йош-Ляр-Давтара, Темер-Давтара, Айол-Ляр-Давтара, за счет средств фондов, указанных в Ситрате, выплачиваются субсидии в размере 25% от суммы расходов, затрачиваемой на одного воспитанника государственных дошкольно-образовательных организаций. Негосударственным дошкольно-образовательным организациям на основе государственного частного партнерства выплачивается ежемесячная компенсация в размере 50% от стоимости потребления электрической энергии и природного газа. На срок до 1 января 2022 года продлевается льготный период по ранее выданным кредитам на создание в 2018-19 годах некосударственных дошкольно-образовательных организаций в соответствии с соглашением о государственном частном партнерстве. Следующий рассматриваемый документ является закон о внесении дополнений изменений в закон Республики Узбекистан о гражданстве. Согласно изменениям, закон о гражданстве Республики Узбекистан был дополнен определением понятия идентификационная карта, то есть ID-карта. Кроме того, лицо, зарегистрированное по месту постоянного проживания в Республике Узбекистан до 1 января 2005 года и ранее не застоявшее в гражданстве иностранного государства, при изъявлении желания признается гражданином Республики Узбекистан. Также ребенок, один родитель или одинокий родитель которого признан гражданином Республики Узбекистан, не принявший гражданство иностранного государства и проживающий Республики Узбекистан, при изъявлении желания признается гражданином Республики Узбекистан. Теперь, при отсутствии документов, подтверждающих факты признания гражданином Республики Узбекистан, данные факты могут быть установлены в судебном порядке. Документом, подтверждающим гражданство Республики Узбекистан ребенка, не достигшего возраста 16 лет, является в свидетельстве своего рождения ребенка или справка при предъявлении паспорта, идентификационная карта или иного документа, содержащего указание на наличие у одного из родителей гражданства Республики Узбекистан, в свидетельстве или справка о рождении при предъявлении вида на жительство Республики Узбекистан обоих родителей, являющихся лицами без гражданства. Еще одним немаловажным документом является постановление президента о дополнительных мерах на правильное развитие птицеводства и укрепление кормовой базы отрасли. Согласно постановлению, с 1 июня 2021 года птицефабрикам, платильщикам НДС, будет выделяться субсидия в размере 50 сумм на каждое яйцо, выращенное на собственных фермах, и 1000 сумм на каждый килограмм мяса птицы. По кредитам, выделяемым коммерческими банками на срок до 1 января 2025 года, за счет средств Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности, покрываются часть процентной ставки по кредитам до 10 миллиардов сумм, выделяемым коммерческими банками, субъектам предпринимательства, занимающихся производством комбикормов и птицеводческой продукции, на пополнение оборотных средств, превышающих основную ставку Центрального банка, но не более чем на 8%. Часть процентной ставки по кредитам на 10 миллиардов сумм, выделяемым коммерческим банкам на реализацию предпринимательского проекта, превышающую основную ставку Центрального банка, но не более чем на 8%. Субъектам предпринимательства, ведшим в эксплуатацию современные комплексы, предназначенные для убоя птицы, включая птицебойни и морозильники, выделяется субсидия в размере 10% в части их проектной стоимости, не превышающей 40 миллиардов сумм. Также, согласно постановлению, 85 миллионов долларов будет направлено в микрокредитный банк на финансирование птицеводческих проектов. До 1 июля 2022 года субъектам предпринимательства, экспортерам яиц, мяса птицы и птицеводческой продукции, а также импортирующим соевые бобы, предоставляются субсидии на компенсацию до 50% расходов по перевозке автомобильных, железнодорожных и воздушным транспортов. Еще один немаловажный документ является указ президента о дополнительных мерах по обеспечению прозрачности деятельности государственных органов и организаций, а также эффективность реализации общественного контроля. Указом утвержден перечень социально значимых сведений, подлежащих размещению в открытом доступе всеми государственными органами и организациями. Согласно указу, государственные органы и организации ежегодно отчитываются о своей деятельности, то есть размещают информацию на своих сайтах до 1 марта, объявляют о публичном обсуждении до 10 марта, проводят пресс-конференции для обсуждения отчета с широкой общественностью до 1 апреля. С 1 июля 2021 года информация о ниже следующих будет размещаться на портале открытых данных и сайтах государственных органов и организаций и обновляться ежеквартально. Это значит осуществленные государственные закупки, расходы должностных лиц на командировки и прием гостей из-за рубежа, налоговые и таможенные льготы и преференции в соответствии с указом президента, постановлением Кабинета министров, собственная годовая смета расходов и ее исполнения. Согласно указу, будет введена процедура прямой трансляции в интернете процесса проведения следующих экзаменов. Экзамены бакалавриата и магистратуры вузов, экзамены связаны с переводом по обучению, тестами тарификации. Перед вступительным экзаменом 2021-2022 учебный год будет запущена веб-платформа imthuan.us, который будет открыт для всех пользователей, обеспечивая прямую трансляцию экзаменов в интернете. Это были все документы, с которыми мы хотели ознакомить вас сегодня. Благодарим вас за внимание! Вспомним текстом вышеуказанных актов вы можете ознакомиться на сайте lex.us, а все новости законодательства узнавайте на нашем телеграм-канале «Правая информация».